Сохранить стабильность и безопасность – приоритет для государства. Об этом заявил президент в ходе сегодняшнего заседания Сената парламента. Касым Жумартукаев подчеркнул, что уходящий год для казахстанцев выдался сложным, однако сплоченность и единение народа позволило справиться с вызовами, с которыми столкнулась страна. Глава государства озвучил главные задачи на предстоящий год в фокусе. Внимание – развитие экономики, создание новых рабочих мест, формирование политических и гражданских активного общества. Ирина Панфилова подробнее. 2022-е для казахстанцев выдался непростым, однако мы смогли преодолеть трудности. Так начал свое выступление президент Токаев на заседании Сената. Даже экономика после последствий пандемии коронавируса показала хоть и минимальный, но рост. В следующем году ВВП должен стать выше не менее чем на 4%. И впервые в истории страны превысить 250 миллиардов долларов. А еще в будущем важно не допустить повтора событий, к которым привел кризис. Для этого необходимо контролировать инфляцию и нацпроекты, создавать новые рабочие места, продолжить масштабную реализацию реформ. Большая надежда здесь ложится на парламент. Его роль возрастает, отмечает Токаев. Важно, чтобы предстоящие выборы прошли честно и прозрачно. В предстоящем году, как я уже сказал, нас ожидают выборы в Сенат, а затем в Машлиц и Маслихаты всех уровней. По их итогам в стране на основе более открытых и справедливых принципов будут полностью перезапущены все ключевые институты власти. Будет закреплена новая парадигма взаимоотношений между государством и гражданами. В этом году депутаты рассмотрели 150 законопроектов в разных сферах и приняли почти 80 законов. Все эти документы направлены на реализацию конституционной реформы. Изменился политический устрой государства. Президент теперь избирается всего раз и не более чем на 7 лет. Кроме того, приняли закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, усовершенствовали методы борьбы с финпирамидами. У Казахстана появилась законодательная основа для возврата стрессовых активов в экономический оборот. А у бизнесменов новые преференции, отметил Касымжумар Токаев. Позаботились и о юных казахстанцах. С одного года до полутора лет увеличен период выплат по уходу за ребенком. Эта мера повысит социальную защищенность как детей, так и лиц, осуществляющих уход за ними. До 35 лет повышен возраст молодежи, что позволит получать меры государственной поддержки большему количеству граждан. Введены законодательные механизмы защиты детей от кибербуллинга. Вели пожизненный мораторий на смертную казнь. Со следующего года в Казахстане заработает Конституционный суд. Новый государственный орган, помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, будет рассматривать и обращение граждан, считающих, что определенные нормативные правовые акты нарушают их конституционные права. Это новая возможность для наших граждан защитить свои права и свободы. Важно, что обращаться в Конституционный суд смогут генеральный прокурор и уполномоченные по правам человека. Начатые реформы будут продолжены и в следующем году, заявил Тукаев. Это позволит республике динамично развиваться, сохранив, главное, стабильность и безопасность.